Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я вам покажу небольшой, или большой, да нет, небольшой заказ с сайта Озон. Заказывала я все это, ой, простите, одним заказом, но из-за того, что были разные продавцы, у меня очень так прилично отодвинулась доставка. Буквально, обычно я просто привозят на следующий день, а тут я так пришлось подождать дня три, наверное. Вообще очень люблю сайт Озон, потому что у меня обычно там оформлена премиум подписка, и так как заказываю я там очень много всего, выходит достаточно бюджетно, ну не бюджетно, но гораздо экономичнее, чем могло бы быть без нее, потому что у меня рядом и пункт выдачи Озон, и если заказываю с курьером там, да, от 1000 рублей, то они на дом привозят достаточно быстро, и экономия получается существенная, то есть у них есть где-то в самой приложении есть калькуляция того, сколько и на чем вы экономите, и вот достаточно такая большая разница иногда получается между премиум и обычной ценой. Ну то есть она очень быстро покрывает стоимость, да что такое, простите опять за дело, стоимость покупок. Ну в общем ладно, это так, лирическое отступление, и сейчас я быстренько вам покажу, что и для чего, и как я заказала. Давайте начнем с мелочей. Заказала вот такой вот ластик, это Кахенур, по-моему, да, Кахенур. У меня просто нет именно такого вот автоматического выдвижного, у меня есть электрический ластик, клячка, а вот такой вот в ручке, чтобы просто удобно, у меня нету. А я увидела мастер-класс по фону пастелью, и захотелось тоже попробовать, вот там был похожий ластик, думаю, он мне пригодится. Так, далее, для карандашиков заказала удлинители дервентовские, у меня просто много карандашей дервент, они толстенькие, и вот я вижу, я знаю, что здесь и тонкие, и толстые есть, и, то есть, они и дервентам подойдут, там, да, и сонету, и простым, обычным, там, каким-то призмам, полихромосам, в общем, решил вот так заказать. Пусть будет. Маркеры заказала, сейчас мы их с вами попробуем. Так, это из того, что маленькое, и пробовать не нужно, да? Далее маркеры, вот эти я увидела, мне кажется, на канале Даяна Джей, наверное. По-моему, у нее на канале она черным маркером раскрашивала фон, и она так приподняла страничку, а он не протек. Я не поняла, что за маркер такой, но захотелось попробовать, не знаю, правда ли-то что, у них тоненький совсем наконечник. Я подумала, что удобно будет, я очень люблю делать черный фон и акрилом, или еще чем-то, ну-ка. Да, смотрите, он не протекает. Ну, просто один маркер стоил, что-то, 300 рублей, а набор из четырех стоил, о, 500, по-моему. Я решила попробовать заказать набор, думаю, мало ли, тоже в раскрасках пригодится. Так. И сейчас посмотрим. Ну, то есть я заказала его чисто из-за черного, потому что мелкие детальки обводить будет удобно. Ну, а эти так, тоже полный фон не закрасишь, потому что тоненький наконечник, но смотрите, они вообще не протекают. Класс. Вот это прям здорово. Вот это я довольна. Так, дальше. не видела до этого, было ли они, были они или нет на сайте. Блендеры, дервентовские тоже. Называется набор ручек для смешивания цветов. И на сайте, опять же, я прочитала, что они именно растворяют масло. То есть это не те блендеры, вот как, что у меня здесь есть. Ну, вот тоже, типа, дервент, дервент, да, или какой-то у меня тут еще стоял. А, ну вот еще, например. Так. Или вот, мэджики, да. То есть это не те, а именно, которые смешивают пигмент, а он должен растворять масло, воск. Они, правда, я что-то не поняла. Он один коричневый идет, а другой белый. Отзывов не было. Давайте сейчас какие-нибудь карандаши возьмем с вами. Что у меня тут под рукой есть? Полихромосы. Полихромосы есть под рукой. Давайте их возьмем. Попробуем что-нибудь сделать с ними. Даже не знаю, что должно произойти. Интересно попробовать. Так, взяла я два карандаша. Знаете, вот сколько я не пробую карандашей. Не знаю. Вот я как изначально начала раскрашивать призмами и полихромосами. Все-таки вот, знаете, лучше них пока еще я ничего не попробовала, хотя у меня много карандашей. И от Дервент практически вся линейка есть. И Лиры, и там Берлинга. В общем, вот такой вот разброс в цене есть. И Дели есть. В Дели, кстати, мне тоже очень нравится. Классно, они как будто бы их, я, наверное, загораживаю рукой. Такое ощущение, что он их размывает, как будто как акварельный. И смешивает. Видно, да? Интересно. А этот, как я понимаю, просто потолще должен быть. Желтый я взяла, но на нем как-то я плохая идея была. На нем не видно будет, как она смешивается. А, ну можно зато их вот так перемешать. Интересно. Но плохая идея это смешать белым. Он их прям растворяет в масло. Масло и перемешивает. Ну, тут я грязь развела, конечно, но зато видно. Да, я мастер, конечно, выбора. Интересно. Так, ну с этим надо еще что-то попробовать. Потому что, говорю, отзывов не было. И я еще, наверное, почитаю. Я по-любому что-нибудь делаю неправильно. Это же я. Так. Блендеры есть. Заказала шарпи. Были они по скидке. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, сколько же они стоили? Они стоили рублей 700, наверное. За 24 цвета. Так, шарпи-файн. И почему они стоили дешевле? А все потому, что у них тонкий наконечник. У меня есть маркеры обычные. Ну, как обычно, Мазари. Я думаю, их все знают. Фантазия, по-моему, они называются. Так, куда я делаю, чем это можно встать? А, интересно. Я абсолютно куда-то убрала все свои ножницы. Ладно. Вот, толстые у меня есть, а тонких маркеров у меня нет. Я решила попробовать заказать. И если вдруг у меня они прям очень понравятся, то я, конечно же, наверное, закажу с толстым наконечником. Хотя не уверена в том, что они мне нужны с толстым наконечником. Сейчас посмотрим. Ужасно открывается коробка. Я её тут всё разбомбила. Так вот непристойно она выглядит. Ну, ладно. Переложу в пенал. Что уж там. Так, уберу это с глаз долой. И попробую несколько цветов выкрасить. Можно так и убрать. Надо тоже вот сюда. Я, кстати, никак не могла ещё по картинке понять, где какие цвета, потому что у них на всех картинках одни и те же картинки. Одни и те же цвета, как будто бы. Так, вот этот хочу попробовать. Зелёный. Далее, наверное, попробую потом заказать набор пастельных. Там штучки 4, по-моему, они недорого совсем стоят. Так. Такой вот у них наконечник. Если будете смотреть, я ссылку оставлю. То есть он у них считается тонким. Ну, полосит, как по мне, но высыхает, и эта линия становится не так заметна. Так, попробуем с другим цветом. У меня так много было надежд, что он окажется таким более нежным, но нет. Достаточно яркие. Так, и все ещё жаловались на запах. Ну, так прям сейчас пока не чувствую, чтобы они супер как-то пахли. Ну, может быть, наверное, если раскрашивать много и наклоняться к ним, то, наверное, будут пахнуть. Так на расстоянии вот мне не пахнет. Так. Ну, то есть вот видно, да, что переходы всё равно видны. Потом попробую, сделаю выкраску, посмотрим. Так, и заказала. Вот это я планирую использовать вместе. Акварельные восковые карандаши Кахенур. Там есть два варианта. Есть в бумажной упаковке и есть в металлической. В металлической. Разница у них в цене рублей, наверное, сто было на тот момент, когда я заказывала. Но почему я заказала в металлической? Потому что здесь есть точилка. То есть кисточка-то ладно, а они толстенькие. И я побоялась, что в мою точилку механическую они не поместятся. Но сейчас я понимаю, что зря я боялась, потому что, ну, как бы, есть же мэджики, они у меня помещаются в точилку, да. Ну, я попробовала, они в мою точилку прям впритык помещаются. Ну, ладно, большая точилка лишней не будет. И я сейчас выкраску на них попробую сделаю. Вот в этой книге у меня есть такая же Алиса от издательства Клевер. Там, как по мне... Так, я вообще из кадра, наверное, книгу убрала, да. Сейчас мы уберем мелкие карандаши от издательства Клевер. Но там как-то много паттернов, текста. А здесь именно классно, что односторонние рисунки. И они более разнообразные, они так комфортнее выполнены. Обошлась она у меня в 180 рублей. Это книжечка на Озоне. И я планирую вот в ней, в этой книжечке, именно красить вот такими вот, как Кахенур. Вот водоразмываемые. Лира у меня есть водоразмываемые. Мелкие. Потом водорастворимая пастель есть, масляная. Забыла, как называется. В общем, здесь я планирую красить либо водными материалами, либо, может быть, кстати, маркеры попробую. Ну, что, вряд ли. Изначально заказывала под вот эти акварельные штуки. Так. Сделаем выкраску. Выкраску, я думаю, тоже сделаем на простой бумаге, не акварельной. Потому что в раскрасках... Мелками Лира я тогда пробовала на акварельной бумаге вначале сделать фон. А потом в раскраске попробовала сделать ими такой же фон. Что вы думаете? Все правильно. Вообще ничего общего не получилось с тем, что у меня изначально, как я их делала... Ой, они такие мягенькие. Прям вообще масло масляное. Стачиваться, наверное, будут вообще моментально. Есть еще, я знаю, набор такой из 24 цветов. Во-первых, его не было в наличии, и слава богу. Во-вторых, все-таки у меня, наверное, хватит и 12, потому что... И так очень много всяких материалов. Уже перебор, честно. Перебор. Я вроде как угомонила своего хомяка. Осталась в хотелках одна, последняя раскраска. И все, и надо как-то себя останавливать, завязывать, потому что у меня уже дома кончилось место просто. Так, мы сейчас будем размывать с вами. Вот этот цвет очень интересный. У меня на него еще на сайте заглядывалось. Ну, прям мягенькие. Докасываешься, они тут же стираются. Стачиваются супербыстро. Интересно, как быстро я их вымочаю. На зоне, кстати, вот эти карандаши у одного и того же продавца. Я не знаю, в чем там дело есть с разными ценами. То есть я листала, листала, листала и смотрю, цена меняется, она становится все ниже, 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 а продавец один и тот же. Но в металлической упаковке, по-моему, продавец был другой. У меня, конечно, заинтересовало, где написано название магазина, я сейчас уже не вспомню. Так. Размываются. Размываются ли? Не вижу, на желтом свет. Яркий. Ну-ка. Да, размываются. Вот на такой бумаге, это, конечно, извращение. Сейчас для сравнения просто возьму бумагу, где я все выкраски делаю. И я уверена, что там совсем по-другому все это будет выглядеть. Ну, давайте с вами уже здесь доделаем. Все-таки бумага в раскрасках очень близка к вот этой. И я думаю, что... Если это наши раскраски, то там как-то похоже себя этими карандашами будут вести, досковые. Вот она. Может, кисточку, конечно, я еще зря взяла такую. Ну, давайте попробуем для сравнения взять кисточку какую-то вот, может быть, с резервуаром. Да, она получше, кстати, разносит. Это я, наверное, еще сглупила. Взяла очень мягкую кисть. Вот этот цвет вообще потрясающий. На камеру сейчас, наверное, когда они мокрые еще не так видно. Но все равно остаются кое-где. Может быть, от цвета зависит. Вот-вот. Уже получше дела идут. Так. Да что такое? Вот так они размылись. Вот здесь вот, например, видно, да, что остался след. А, ну и в шарпе я вам не показала, что-то они, конечно же, протекают в спиртовой маркере. Очень красивый цвет. Обожаю такие цвета. Давайте для сравнения возьмем другое бумагу и посмотрим просто, как они себя будут вести там. Так, я отойду, возьму и вернусь. Вот такой у меня скетчбук есть. У меня точно в таком же я делаю свои выкраски. Я, наверное, его уже показывала в каком-то видео. Вот они у меня два одинаковых. Просто здесь я пробую что-то там. Китофоны что-то пытаюсь делать. А здесь у меня выкраски находятся. И вот после этой бумаги я не понимаю, как себя ведут водорастворимые материалы на наших бумагах в раскрасках. То есть вот в Ханни Карлосон я тогда хотела сделать, прошу прощения, вот такой вот фон. Там какой-то одуванчик был. Я вот думаю, что я сейчас... Ой, я их сейчас размою, сделаю фон. И, в общем, тут-то вот они... Аквамелки размылись с нормальными переходами. Ну, то есть есть, видите, они размываются, у них есть переход. Вот я так уже тут себе обозначила, для чего это. То есть черные переходят. Пусть это не супер круто выглядит, да, но... Как бы переходы есть. А там они просто в бумагу моментально впитываться начали. Вот такого вот уже не получилось. Что, кстати, очень жаль. Ну, давайте попробуем с вами размыть их. Смешаются они, не смешаются. Посмотрим. Так, фиолетовый, так, розового здесь нету. Ну, давайте чуть-чуть красного добавим. Наверное, даже не красный, это больше оранжевый. Вот красный. Чуть-чуть. И посмотрим, как у нас будет здесь они размываться, смешиваться. Ну, как я и думала, здесь абсолютно по-другому размывается все это. Интересно, я вот сейчас делаю это, а в камеру-то вам видно? Надеюсь, что видно. Ну, я сейчас поднесу, покажу. Ой. Что-то я заговорилась. То есть, штрихов уже здесь не осталось, пятен никаких не осталось. Прошу прощения. Размылось все хорошо. Я думаю, что в иностранных раскрасках, где бумага получше, проблем с этими карандашами не должно быть. А в наших раскрасках, думаю, что будет оставаться, будет протекать. Потому что у нас не так много, к сожалению. Ну, может быть, манн и венов и фербер. Какие-то... Что-то вроде вторжения дудлов и не будут протекать. Штрихов нету. Вот такая вот разница. Давайте попробуем их тоже смешаем на этой бумаге для чистоты эксперимента, так сказать. Здесь в уголочке попробую. Да, ну и нужно учитывать, что они будут, конечно же, протекать. Я на карандаши вообще не нажимаю. Они сами так мягко ложатся. Ну, лосковые. И попробуем здесь проделать то же самое. Ну, то есть эффект. Дается, конечно, другой. Но она впитывает очень быстро в воду. И такой уже не получится переход сделать. Это нужно учитывать. Вот так. Вот такая же вот ерундень у меня получилась тогда в раскраске Ханны Карлсон. Волшебная шкатулка. Это нужно как-то будет исправлять фон. И я так чувствую, что мой эксперимент опять закончится тем, что я просто замажу его акрилом. Так, ну, в общем, это были все покупки. Я все ссылки оставлю внизу. Единственное, ценник может быть другой на них. Или же что-то в наличии. Может быть, что-то не быть на момент, когда это видео выйдет. Но ссылки в любом случае все в инфобоксе будут. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok